КОСА ПОСМОТРЕЛ НА МАТЬ 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 1 октября 2017 Германия инвестировала в экономики Украины всего миллиарды 800 миллионов долларов. И больше миллиарда из них – это инвестиции в промышленность, сообщило Министерство экономического развития Украины. «Наиболее популярным направлением для немецких инвестиций является производство автозапчастей и комплектующих. В этой отрасли уже создано около 3000 рабочих мест, 2 тысячи из которых только за последний год. Товарооборот между странами и украинский экспорт в Германию за прошлый год выросли на четверть от объемов предыдущего года. Больше всего немцы покупают украинские электрические машины, семена и плоды маслячных растений, руду, древесину и изделия из металлов. Ранее сообщалось, что около 50 немецких предприятий планируют увеличить инвестиции и расширить филиалы в Эстонии. Кроме того, Германия в прошлом году вошла в тройку крупнейших инвесторов в Болгарии. Новый резонансный теракт в Афганистане. Пять человек погибли и 24 ранены в результате нападения боевиков на офис международной организации Save the Children в Джалалабаде. Смертник на заминированном авто взорвал себя возле штаб-квартиры правозащитников. После этого несколько вооруженных людей ворвались в здание и открыли огонь. По словам очевидцев, нападавших было как минимум четверо. Они были одеты в полицейскую форму. На место прибыли сотрудники афганского спецназа. Между ними и боевиками завязалась перестрелка. Она продолжалась более 10 часов, пока не был убит последний нападавший. Спасены 45 сотрудников организации. К счастью, нам удалось спасти персонал группы помощи и других граждан, оказавшихся в офисном здании. Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Исламское государство». Нападение в Джалалабаде произошло всего спустя несколько дней после атаки на отель «Интерконтиненталь» в Кабуле, в результате которой, по официальным данным, погибли 18 человек, 14 из которых иностранцы. Ответственность за этот теракт взяла на себя экстремистская группировка «Тарибан». Сена вновь грозит Парижу большими неприятностями. Уровень воды в реке из-за сильнейших ливней постоянно растет. Он уже достиг отметки почти в 5 метров. Набережные у моста Аустерлиц и в некоторых других районах затоплены. Городские власти закрыли несколько станций метро, расположенных в окрестностях Эйфелевой башни и музея Арсе, а также запретили навигацию по реке. Жители французской столицы обеспокоены. Два года назад разлив сены привел к введению чрезвычайного положения. Тогда вода поднялась примерно на 6,5 метров. В той ситуации люди пострадали от наводнения в собственных домах. Мы скрестили пальцы. Хочется верить, что к пятнице вода перестанет подниматься. Но знать наверняка не можем. Я же не умею предсказывать погоду. Синоптики считают, что к концу недели уровень сены приблизится к 6-метровой отметке. Рекордный разлив реки был зафиксирован в 1910 году. Тогда вода поднялась больше, чем на 8,5 метров. Рекордный снегопад в Италии доставил неприятности туристам. Военным с помощью вертолетов пришлось эвакуировать постояльцев и персонал горного отеля, расположенного недалеко от австрийской границы. Отрезанными от внешнего мира оказались 100 человек. Метель сделала дорогу на курорт непроходимая, а также оборвала сети электроснабжения. Кроме того, рядом с гостиницей зашла лавина. И угроза, что снежные массы похоронят под собой здания, сохраняется. Несколько тяжелораненых полицейских и смятых автомобилей. Таков итог ночной погони за грузовиком в Баварии. На автобане А-73 возле города Бамберг правоохранители пытались остановить 26-тонный автомобиль, который ехал на большой скорости с выключенными фарами. Водитель не подчинился требованию патрульных и промчался в направлении Кобурга. Преследовали нарушителя полтора часа. В операции задействовали полицейский вертолет. Пытаясь скрыться, грузовик выезжал на встречную полосу, таранил легковые автомобили, в том числе патрульные, а также несколько раз врезался в отбойник. Ночью меня разбудил шум вертолета. Из окна я увидел около 20 полицейских машин, которые стояли на автобане, а также вертолет, летевший в направлении Бамберга. На полосе встречного движения я увидел белый грузовик, который там, видимо, остановила полиция. У этого грузовика была сильно повреждена передняя часть. В конце концов, грузовик удалось остановить. В полиции предполагают, что водитель находился в состоянии наркотического опьянения. Сейчас он под арестом. Травмы и 50 тысяч евро материального ущерба? Так закончилась поездка для 36-летнего водителя бетономешалки в городе Фортсхайм, земля Баден-Вюртемберг. Мужчина не справился с управлением, и громадный грузовик перевернулся на бок. При этом его около 50 метров протащило по шоссе. Водитель серьезно не пострадал и смог самостоятельно выбраться из салона. Самому старому носорогу Германии удалили сломанный зуб. 48-летняя Дорис из зоопарка в Ходенхагене потеряла аппетит, и смотрители решили, что помочь ей сможет стоматолог. К увесистой пациентке вызвали конского ветеринара, поскольку строение челюстью этих животных похоже. Дорис усыпили, после чего доктор два часа обследовал ее внушительную пасть. При удалении зуба сломались две пары щипцов, а зубные камни, ранившие десны носорога, ветеринар отбил молотком. Несмотря на преклонный возраст, операцию Дорис перенесла хорошо. Заявка на мировой рекорд. У овцы из Литвы родилось сразу 8 ягнят, тогда как обычно эти животные приносят от одного до трех детенышей. Небывалым приплодом порадовала своих хозяев 9-летняя овца по кличке Маргоша. 13 января Маргоша родила 8 ягнят, трех мальчиков и пятерых девочек. Половина из них темная, как папа, а половина светлая, как мама. Самые маленькие весили по полтора килограмма, остальные чуть больше. Случаи появления на свет такого большого количества отпрысков у овец крайне редки. Так, в 2012 году в Соединенных Штатах у одной матери родились сразу 5 ягнят, а в 2015 в Великобритании на свет появились 7 детенышей. Однако в книге рекордов Гиннеса записи о самом большом приплоде у этих животных отсутствуют, поэтому литовская Маргоша может войти в историю. В Дубае появился музей, сконструированный в виде рамки для фотографий. Местные жители и туристы получили идеальное место для того, чтобы любоваться достопримечательностями города, а заодно и ознакомиться с его прошлым. Любители насладиться видом с высоты могут подняться на 48 этаж здания, где можно не только изучить панораму мегаполиса, но и посетить выставку про историю Эмирата Дубай. По-моему, это невероятно. Отлично видно, каким стал этот город. И очень интересно окунуться в его историю. Проект задуман как часть плана по привлечению туристов в Эмират. По данным местных властей, строительство обошлось в 68 миллионов долларов. Вход в музей стоит около 13. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...